Здравствуйте, друзья! Поздравляем всех с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! С чего начнем свой день? С грибов! Не будем сегодня работать, все-таки великий православно-христианский праздник. Пойдем пособираем грибочки, что-нибудь приготовим, найдем что делать. Нам просто поухаживать за животными это уже полдня. Идем за грибами! Так, первый наш гриб на сегодня. И это белый, и это большой белый, это мягкий белый. Мягкий, все. О, червяки его поели. Так, ну ничего. Ну, надеюсь, ничего. А это маслятки. Вот такие. Друзья, конечно, осенние грибы, их очень мало. Ну, покушать нам будет, мы найдем, да? Да. Грибов возле дома очень мало, Булька. Все домой, Булька, поехали. Поехали с тобой за грибами. Оп, молодец. Вот там машина стоит, и нас люди узнали. Я говорю, Булька, иди ко мне. Они оборачиваются. Голос, говорит, знакомый. А мы, говорит, только на свадьбе недавно видели. И вот они приехали, вот, где-то километров 30 отсюда. Вы, говорит, видели табличку черничный хутор, но не поверили, что это вы. Мы думали, где-то вы под Брестом, где-то, вот. Пойду, сбегаю сейчас в машину. У меня как раз недалеко машина стоит, и перенесу им кружку. Ну, а что тут такого? Я только палки, спрашиваю. Третье в лесу. Ну, нас в лесу еще никто не узнавал. Я пока бегал за кружкой, в этот пакетик с под кружки еще грибов насобирал. Это я далеко кружку. Все в лес. Ой, какая прелесть. Действительно черничный хутор. Все в лес. Ну, в городе нас узнают, потому что просто в лесу в Ростов, да. Еще такого не было. Смотрим ваш канал. Даже последний ролик узнали, да. Очень приятно познакомиться воочию. Так вы нас узнали даже не по нам, как я сказал. Булька! Да, да, я узнал. Ну, я узнал. Что пошли, вот не сказал Булька. Спасибо за кружку. Будем предлагать, чтобы подписывались на помнение. Спасибо. Маслятность набирал пока беру, видите? Ну, ну, ну. Молоденькие. И польские, а все молоденькие, но. Молодцы, хорошо. Спасибо за кружку. Все. Все, до свидания. Счастливо. Боб, тебе спасибо большое. Счастливо. Валеш, ты знаешь, больше всего хочется похвастаться не перед всеми зрителями, а вот именно перед теми, кому мы только что подарили кружку. А у них, они только подубники собирали. Говорят, ну нету грибов. Вот. Ну, возле машины не походили. А я говорю, мы найдем сейчас, пойдем. И вот смотрите, мы от вас отошли примерно километри. Вот такой вот красничок. Большой, красивый, толстый. Да, на толстой ножке. И он, конечно же, целый. Вот. Но это он не один. Вот еще два. Целая семья. Каких два? Нет, смотри, каких их. Вот они. Вот они красавцы. Целая семейка. Ой, ребята, выкручиваем, выкручиваем, выкручиваем. Целая семья, да? Осенью. Это большая редкость, такие грибы найти. Это большая редкость. Сейчас в основном надо зеленки собирать. Ой, красавчики, целенькие. Валюш, надо сегодня какое-то блюдо придумать. Какое-то блюдо придумать грибное. Ох, и красивые. Да, они все такие на толстых ножках, да. Ох, и красавчики. Ох, валдеют. А то какие-то маслята. Ну, покажи все так вот. Ну, вот под зеленку одну нашел до этого. А, все? Да, да, да. Слушай, Леолетом бы даже не заморачивался бы. Грибы как грибы. А осенью, конечно, вот такие найти, такую семью. Это красиво. На одной полянке, да? Да, да, да. Когда вокруг вообще грибов мало и нету таких. Ну, два, мы их через них переступили. Вот они. Ага. А они склеились, да? Да тут все склеены. Угу. Ох, какие они красивенькие. Я обожаю краснюки. Вот краснюки, они такие, как боровики, все, каждый индивидуальный. Если какие-то там собираешь грузди, подобники все одинаковые, у тебя сердце не ёкает. Да, да, да. А вот эти краснюки, боровики, они все разные, они все красивые такие, они просто как будто их... Ты молодец, ты сегодня молодец. Да. Угу. Пошли. Идеток, пулька, иди. Ну, пулька. Вот маслятки растут даже в таком месте, где немолодые сосенки. И такие красивые, целые. Угу. Может съездим в молоденькие сосенки, может сейчас маслятцы зон есть. Ну. Потому что грибов особо немного в осеннем лесу. Поехали? Да. Потому что сейчас мы в лесу, там где песок, а в песке растут зеленки, вот. Ну их уже все пособирали, вот свежий корень, позавчерашний корень, уже кто-то пособирал все доедины, мы даже ни одной целой не можем найти. Угу. Бесполезные зеленки, уже их пособирали. Так, такой огромный, интересно, целый будет? Да, целый поляк. Большой-большой, да? Ну. О, кой. Возьмем. А свои покажи. Соня, тебе это не везет, не везет тем. Одни лисички не собирал. Ага. Говорю, уши, иди сюда. И до. Смотри, что я нашел. Угу. Смотри, как красиво растет. Подубник. Первая зеленка на сегодня. И польский. Польский мы берем, красивый, молоденький. Подубники мы не берем, потому что условно съедобные грибы. Наконец-то зеленка. И целенькая. Угу. Зеленый гриб. Угу. Они только осенью растут. Первая. Ты молодец сегодня. Ой, как там глубоко. Как каньон в Америке, да? А тут где-то стрижи жили, да? Да. Тут? Да. Тут стрижи жили где-то? Угу. Какой-то польский, а как он красиво смотрится на общем пейзаже. В зеленом мхе, а зеленый мох вырос посреди каньона. Целенький. Вот такой каньона. Тут все сидит под березой, бабка, но она огромная. Может быть даже, может быть даже будет червивая. Ну-ка. Целая. Ого, такая большая. Целая, целый под березой. Угу. А вот такой вид. Друзья, вот смотрите, сколько у нас грибов сейчас. Запомните. В прошлом году мы в это время копали как раз сажилку. И тракториста завели вот в эту посадочку из сосенок. Сюда никто никогда не доходит. Здесь вообще непотронутые места. И мы тогда нас собирали, ну за полчаса, две корзины маслят. Не знаю, как в этом году будет, но вот смотрите, вот просто только зашли. Раз, два, три масленок, да? Да. Четыре масленок. Там пять, шесть. Ну в общем их не показать. Давайте мы покажем конец. Семь масленок, восемь масленок, девять масленок, десять, одиннадцать, двенадцать. В общем, я думаю, сейчас по-быстренькому нарежем. И тогда покажем. И пойдем домой. Да. Целые? Это целый. Маленькие это точно целые. Смотри, в одно и то же время, вот в прошлом году мы в это время скопали сажилку. И мы с трактористов сюда приезжали. Да, да, да. Он довольный был. И сейчас опять то же самое. И классно, что сюда здесь людей никогда нет. Да, да, да. Вот смотрите, какие маленькие. Вы смотрите, я на одного наступил у маленького, малюсенького. Во, они только лезут, вот. О, о, вот вообще какой маленький. О, во. Маслятки. Алеш, давай быстренько с тобой набираем, идем домой. Погнали. Думаю, с тобой находили, находили. У меня уже 9700 шагов. Это только обед. Все, погнали. Вот видите, друзья, маленькие, все целенькие. А у больших, у больших только шляпки целые. Даже частые шляпки не целые. Вот только вот такие вот маленькие, видите, которые вот тверденькие. Вот эти, они будут целенькие. Шляпки только целые. Да, шляпки только. А вот эти вот 100% червивые. Червивый. Червивый. Слушай, уже столько, сколько я их нарезала, у меня уже 3 ведра. О, 3 ведра было бы грибов. Вот это да. Вот это маслята. Друзья, если часто, уже надоело. Надоело, вот смотрите. Уже устали. Там вот так, я если сейчас начну считать, что 50 в одном месте. Ну. Но червивые. Вот мы, смотрите, лазим по веткам. И вот только самые маленькие целенькие. А вот эти вот все. Вот эти все. То они червивые. Червивый. 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 Надо было сюда раньше приходить. Червивый. Червивый. Так жалко. Такая поляна большая, да. Да. Вообще червивые. Вот смотрите, смотрите, смотрите. Я заметил, вот которые помельче и которые на солнце не попадают, они целенькие. А эти все. А эти все червивые. Ну и так, смотри. Если бы мы все брали червивые маслята. Ой, у нас бы давно каши были бы полные. Там еще одна осталась возле кустика. Не каши, у нас бы было где-то 10 кашей. Вот одна из 10 целая. Валюш, давай можно заканчивать. Давай. Потому что ты у нас сегодня как бы праздник, а ты будешь чисто грибы чистить. Да, да, да. Вот те, которые помельче, то более-менее. Вот этот вот маленький будет нормальный. Все, друзья, я домой. Я больше не могу, я весь мокрый. Вот представьте, каждый десятый гриб целый. Получается, я 10 корзин еще выкинул, и Валентина 10 корзин выкинула. Ну, по корзине набрали, и, Валюша, ты в праздник будешь закатывать грибы. Едем с грибов. Собаки нас далеко-далеко вышли провожать. То есть встречать. Даже бульку к ним выпустили. Друзья, вчера в ролике я вам сказал, что у нас 4 подарка. Ну, я не сказал каких. Вот сейчас этот сюрприз для вас и для нас. Едет человек, который должен сегодня установить нам усилитель антенны. Чтобы у нас был хороший интернет. И чтобы мы вам быстрее скидывали ролики. И можем даже стримы снимать. Ну, конечно, стримы не для того, чтобы денег заработать. Просто, чтобы с вами общаться. И вот сейчас мы его ждем. Это вот эта аппаратура, наверное, которую надо мне купить. Да, это, ну, ромкары связанные. О, лестница высокая у вас, да? Ну, да. Раскладывается, что-то она. Так выглядит такая маленькая на 4 метра. Компактненькая, да? Получается... О, вот это лестница. Ничего себе. Что, чем мы деревянный польник? Я не знаю. То есть сейчас собираете 24 децибела. Мощнее только двадцать семерка есть, да? Задавайте, если уже стоит, то давайте помощнее. Ну, видите, разница вроде бы тоже между ними небольшая. Но, может, так получится, что она не даст такого еще прироста скорости. Это, короче, 24 может быть даже лучше, чем двадцать семерка, да? Ну, не лучше, но двадцать семерка, может быть, не лучше, чем двадцать четверка. Ага. Получается, на МТСе в два раза лучше скорость стала, правильно? Не, я сейчас вообще меряю только А1. Я еще даже сим-карту не менял. А, то есть, наоборот, волком вы проверяли, да? Да, пока, да. А, ну сейчас тогда мы же МТС-то, да? Да, сейчас попробуем, наоборот, его. Короче, сказали, Валеш, на МТС отдача два мегабита. А, а один, три с половиной. Да, это волком бывший. Три с половиной. А был у нас отдача где-то один мегабит. Ого. Ну, то есть, если на МТС сделаем такую антенну, то будет в два раза быстрее. А если на А1, то в три с половиной раза быстрее. То сейчас вот еще меряем. То есть, получается, приехал человек, и у него пять видов антенн. И он сейчас, как бы, мы могли купить вообще эту антенну, просто любую из них установить самим. Ну, человек оставил с собой все оборудование, да, я, как бы, заплачу ему. Но зато он увидит это все по ландшафту, все пробьет полностью. Вот, пробует все-все антенны. Угу. Где-то, ну, видите, это больше для города, конечно, имеет смысл. Если в данный момент на этой базовой станции О1 там и ОНТС скорость плохая, то Лайфа там у меня сейчас будет еще гораздо хуже. Ну, Лайф обычно там даже... Все, Найда, Булька за тобой ухаживает, да. Булька, любишь, Найда, да? Молодец, моя Булечка. Мой, Лапарош. Давай, Лапа. Давай. Умница, умница. Даже 4 мегабита сейчас, да? Да. И это А1. Да. Сигнал примерно такой же самый показательный, как стоит он. Только что. То есть не обязательно переплачивать на эту, она дорогую, да? Да. Ну, то нет проблем. Скажите только, сколько она стоит. И все? Ну, то нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Щелк Субтитры сделал DimaTorzok Все, посыпаем Я надавила чесночка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, я уже голодный Я с этим Wi-Fiем уже... Нет, давай ты сегодня покушаешь эти маслята Точно маслята, давай Давай, а уже это все И посыпаю специями Какие кто любит, тот такие Я посыпаю И солькой Угу Да, он очень большой получится А когда же мы его съедим? Он будет долго храниться, правда? Да, я тут возьму еще этим смажу Медом финиковым Медом финиковым, да Вот именно кожицу саму Я думаю будет вкусно Красиво Да Она будет золотистая Тогда Вот Буду смазывать Сматывать И потихонечку Сматываем потихонечку Запикиваем вот эти вот местечки Вот Мешаем И мотаем Плотненько Так Смотали Сейчас нам нужно будет замотать Завязать его Вот Получается такая очень большая колбаска Мы ее плотненько Пописали В эту миску не влазит Будем ложить в большую миску Вот в такой И варить Варить, да? Заливаем водой Полностью водой заливаем А долго варить надо? Когда закипит 20 минут После того, как закипит Да и все А потом куда? А потом в холодильник А запечь? А запечь? Нет, не надо его запекать Просто 20 минут и все? Да, 20 минут и Потом Минут 10 Пускай постоит В водичке Когда водичка остынет Его достать и в холодильник И все На следующий день кушать Так я могу и через час покушать? Нет, так он не будет склеиваться Понимаешь? Да, он должен Хорошо Он должен Курица за 20 минут приготовиться Приготовиться Конечно Ставим воду Хорошо Все Водичку нужно посолить Посолить Так И кинем листик Эту штучку Все Ждем пока закипит То есть Закипит Через 20 минут Покипит В холодильник 20 минут покипит Оставить водички Чуть-чуть 10 минут постоит Пока остынет водичка И все И в холодильник Ну друзья В общем Вкус этого рулета Я вам смогу Сказать Только завтра Валюша еще до сих пор Грибы чистит И завтра же Покажем распаковку Вот этой Немецкой посылки Не все сразу Ребята Дорогие зрители Вот Приехали Приехал человек За полдня Установил Четыреста пятьдесят Нет Четыреста шестьдесят Рублей Стоило оборудование Двести рублей Выезд Если вы не понимаете До какой степени Нам нужен был Этот усилитель То идем Покажу сюда В эту комнату Мы сейчас снимаем ролик А прошлый ролик Стоит с вчерашнего Часа ночи Вот в час ночи Я прошлый ролик поставил Сейчас уже вечер Загружено Тридцать восемь процентов Тридцать восемь Просто ноутбук Вот так вот стоит С сутками И И мы вам Скачиваем ролики То есть мы Ролик Не просто за ночь Не можем скинуть Мы за сутки Его не можем скинуть Но мы мучились Мы привыкали Наши ролики Выходят с запозданием Сутки Вот Оля с Юрой Когда были печки Лавочки У нас на канале Жили здесь 4 дня Для того чтобы скинуть Мы уже наловчились Мы ставили Свой телефон Компьютер на ночь И почти сутки Оно выходило Они Не ставили на ночь Он просто Юра Нервировался Говорит Где тут какой нормальный интернет И он просто ездил 20 км отсюда Ловил 4G И скидывал И то есть он 4 раза Чтобы скинуть вам 4 ролика Он 4 раза ездил туда 2.20 Надо 2.20 Просто чтобы скинуть ролик А мы уже привыкали И как это все было Ну как бы Жалко было отдать 660 рублей На 250 долларов Как жалко Есть Более такие Глобальные Проблемы Которые для жизни То есть видите Невозможно жить Без унитаза Без воды Без отопления Без интернета Невозможно жить Хоть это лес Но все таки Мы сначала Делали Ванну Мы Покупали корм Животным Так вот Как это все Пришло Примерно Недели 3 назад Немецкая Подписчица Вот Здесь уже она Точно сказала Не говори Сейчас объясню почему Она написала Сообщение Нам в инстаграм Здравствуйте Дмитрий И Валентина Я только Ради вас Под Создала Профиль В инстаграме Мы Написали все Здравствуйте 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 Мы хотим вам денежно помочь Я сразу написал Говорю Мы Донаты Не принимаем И не принимали никогда И ни от кого Она пишет Зря вы отказываетесь Мы просто хотим вам помочь Я говорю Слушайте Во первых Как я говорю А я так сказал Если Вы сейчас сидите Пьете там Чай В своей яхте То нет проблем Помогайте Я так написал Она говорит Ну мы Не такие Богатые Типа что Мы не в яхте Сидим Улыбается Смеется Но Говорит В общем В общем Я не буду говорить ее фамилию Не буду говорить инстаграм Поэтому я могу раскрыть Я говорю так Может все таки Говорю Мы блогеры На самом деле Может мы зарабатываем в 2 раза больше чем вы А вы нам будете помогать Она говорит Ну она открыто в инстаграме написала Что у нее зарплата 3100 евро И у мужа 3300 евро То есть это где-то в доллары 8-9 тысяч долларов в месяц Но они в Германии живут И говорит что Да у нас остаются деньги Да мы путешествуем Ездим Отдыхать И мы все время Даже если вы не возьмете Мы все время помогаем своим родственникам Но родственники Уже вместо того Чтобы благодарить Они уже знаете как Они уже спрашивают Когда еще раз пришлете нам денежку Вот Но я в любом случае Я отрезал сразу Я говорю Мы деньги не возьмем Мы 100% не возьмем Она говорит Хорошо Не возьмете деньги Что вам больше всего надо Мы с Валентиной тоже Вот думали Хорошо Попросим Мы Попросим Попросим Мы стекла в душ Это как-то Ну как-то Ну Почему нам должны Это дарить Почему нам должны Это покупать И мы решили так Если уже какая-то Идет помощь Какой-то подарок То пусть он будет Подарок не именно для нас А для всех Для действительно Поддержания канала Мы нашли объявление В этом объявлении Было написано 450 рублей Вот 450 рублей Самый дешевый Самая дешевая установка Самая дорогая 650 рублей Вот И мы говорим Хорошо Хотите помочь Единственное В чем мы сейчас Наш канал Нуждается Это вот В этом усилителе Антенны Она говорит Хорошо Завтра перевожу В Вестерньюнион Она жух Перечислила Позвонил я сюда Они говорят Да Самый дешевый 450 рублей Это без установки Я хорошо Без проблем Так вот Завтра Будет Три события Мы Поедем В А1 Подключим Сим-карту И у нас Весь хутор Покроет Хорошим Интернетом Да он не будет 4G Он не будет Как в городе Но он будет В минимум В 4-40 раз Лучше чем был Мы не будем Больше мучиться Мы не будем Больше отправлять Сутки Один ролик Вот Я вот сейчас Вас поздравляю С покровом Получится из-за того Что тот ролик Еще не выгрузился Получится Вы увидите этот ролик Через 2 дня Неинтересно Правда Вот Что еще хочу сказать Да Завтра Распакуем немецкую посылку Завтра Попробуем рулетик Что нибудь еще Завтра поделаем Заговорился я Маслята Сегодня обалденные Да У нас появились хейтеры Хейтеры конечно напишут так Хотя Подписчики наши Самые хорошие Сказали даже не обращайте Внимание на этих хейтеров И не уделяйте в своем ролике На них время Ну все таки мы скажем так Да действительно мы 100 В 100 раз говорили Что мы донаты не берем И тут резко взяли Мы взяли подарка А подарки берут даже президенты Извините Больше Давайте вот с сегодняшнего дня Вот так еще раз повторяю Донаты Мы так и не берем Ставить карточку Не будем Спонсоров вас включать Тоже не будем Перед тем Если кто-то хочет Отправить подарок Посылку Нам Сразу Думайте И потому что я предупреждаю Мы Не просим Раз Мы не нуждающиеся Два Может быть мы Может даже Если не богаче чем вы Может мы счастливее чем вы Поэтому не надо Ну как бы Вы 100 раз подумайте Мы конечно же Будем счастливы От подарка Мы конечно же Будем как и все люди Никто я не знаю Такого человека в мире Чтоб он не согласился Чтоб ему подарили подарок Все согласятся И вы перед тем как Меня например оскорбить Что вы взяли Вы бы тоже Вы бы тоже Хотели получить подарок Вот И нам очень приятно Принимать подарки Но мы не нуждаемся в них Мы любим получать подарки Мы любим дарить подарки Мы сегодня вот в лесу встретили Незнакомого человека Нам очень приятно было Подарить ему кружку Очень приятно Кстати давайте Сегодня Смотрите сколько Сегодня день покрова Раз Сегодня Мы получили Подарки Два Сегодня Сегодня Скорее всего будет 60 тысяч подписчиков На канале Три Давайте сегодня Под этим роликом Опять разыграем Пять кружек Мы подарим вам Пять кружек Пять наших сувениров Да может Вам кажется они не дорогие Но Отправка в Израиль В Германию В Америку она очень дорогая Поэтому мы отправим И мы будем Счастливы Что вам подарили Опять же Не будем Выбирать эти Рандомно Как некоторые Блогеры делают Типа вот Я слепую выбрал А на самом деле Подарил родственнику Вы сами лично Как в прошлый раз Выберите Пять Пять комментариев Получат те Кто Написал самые Интересные Комментарии Пусть это будет Стих Пусть это будет Пусть это будет Прикол Пусть там Все что угодно Вы выберите И в течение Давайте проверим Через Трое суток Посмотрим Те пять Комментарев Которые набрали Больше всего лайков Тем Высылаем пять кружечек Вот Друзья Мы кушаем Мы кушаем Мы довольны Мы счастливы У нас будет Интернет Жизнь то налаживается А если ты будешь Видео по двое суток Скидывать Нет Ну как Оно будет Намного быстрее Я плююсь уже с линями Будет намного быстрее Могу только назвать Как бы вы можете не поверить В эту историю Скажете как всегда Дима сам себе подарки дарит Ну я думаю Такое вот Что я рассказал Я думаю Я хоть и историк Да Ну такое не сочинишь Такое не сочинишь А если захочешь сочинять То как бы Ну зачем это сочинять Тут наоборот Надо поменьше говорить Что вот я взял Это наоборот стыдно Что я сказал Подписчиков с Германии зовут Они просили не говорить Я скажу что ее зовут Лидия Лидия Очень неудобно конечно Что я не говорю Спасибо Лидия вам огромное Это на пользу Канала пошло Сто процентов Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр